Для члена Международного Союза коллекционеров Валерия Гримашевича это 17-та персональная выстава. На этот раз экспозиция присвечена 100 годов утворению БССР. На стендах артефакты, документы, фотосдымки часов Советского Союза. Валерий Гримашевич каже, что в углу выставу можно было бы зарабить еще больше масштабный, но по мере выставочные залы не дозволяют, хоть и так тут есть на что поглядеть. Вот эта комбинованная радио-телевизейная установка «Беларусь-5» выпускалась с 1959 года. Могла принимать сразу 12 телевизейных каналов, причем у комплекта выходил пульт дистанционного кирования. Правда, каштовала такая установка не та на 384 рубли. Это 4 зарплаты выпускника высшей научальной установы. Зарабкам и в уголе грошам в разные периоды иснования Советского Союза на этой выставе особливая увага. Зараз навод простонки старейшего поколения не завсюды памятують, что за советский рубль можно было набыть 33 шканки лимонада с сиропом, 5 разов наведать мужчинскую цырульню и 20 разов проехать у троллейбусе. А вот эти банкноты в 1919 году в Советской России надруковали на шестимовых – у темляку китайской, английской, арабской, немецкой, французской. Тогда марали б со светной революции и сподевалися, что такие гроши станут со светной валютой. Хоть треба констатовать, в Советском Союзе не только будовали великие планы, а и вырабляли товары, запотрабованные у темляку на внешних рынках. Что касается качества всей фототехники, которая даже представлена здесь в экспозиции, эта техника поступала на экспорт в на тот момент капиталистические страны. То есть США тоже знала, что такое фотоаппарат «Зенит». Кремль, пиковая дама, огни Москвы и червоная Москва – неколи гэтая духи были вельми популярны у советских женщин. Причем кожное наименье продавалось у оригинальных флаконах. Особная увага годинникам их на выставе не один десяток. По словам автора и коллекционера Валерия Грымашевича, это не выпадковость годинника, это час, который необходимо ценить в речи и вся выстава, как своя саблевая машина-часа, которая будет працовать до 11-го листопада. Мы выставку старались представить так, чтобы вызвать чувство ностальгии у людей, чтобы они как бы машину и времени перенеслись в то пространство. Потому что все-таки Советский Союз оставил след в нашей душе такого прекрасного чего-то. У людей было чувство такой уверенности во всем и обеспеченности. Получали бесплатно квартиры. И все-таки страна была мощная страна. Олег Синтеров, Сергей Лукашук, Телерадо, компания «Гумель».